Больше инициатив, хороших и разных. Лауреатами четвертой премии губернатора нашей Подмосковья стали 75 жителей Щелковского района. Количество победителей за год выросло вдвое. Воплощенные или реализуемые в настоящее время социальные проекты «Наших земляков» представлены во всех десяти номинациях. По количеству поданных заявок район вошел в пятерку лидеров. 3000 победителей со всех концов Подмосковья пригласили на территорию волейбольного центра Воденцова, собравшихся приветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Премия родилась благодаря жителям. Премия нашей Подмосковья родилась благодаря неравнодушным людям, которые, несмотря на свои хлопоты, на свою занятость, на безумный быстротечный мир, находят время дарить добро, дарить внимание. Андрей Воробьев поздравил приглашенных с государственным праздником, Днем народного единства. Само награждение проходило в атмосфере кинематографа с авторскими видеопрезентациями, фрагментами из отечественных фильмов. Ведущими выступили актеры Екатерина Гусева и Евгений Стычкин. Обладателей первой премии в размере 300 тысяч рублей в каждой из десяти номинаций объявляли звезды российского кино и сцены, режиссеры, сценаристы. Победителя в номинации «Доброе сердце» объявила Диана Гурская. Проект жителя Зарайского района Алексея Локтева «Благотворительная столовая» жюри заслуженно выбрала лучшим. Каждый день на протяжении десяти лет активист кормит обездоленных людей. В четвертой премии губернатора Московской области «Наша Подмосковья» в этом году приняло участие более двух тысяч щекольцев. 75 лауреатов второй и третьей степени приехали сюда в Удельцовский район за свои премии. Наибольшее количество заявок о Челковском районе поступило в номинациях «Доброе сердце» и «Зеленый регион». Ольга Кондратенко по профессии экономист с группой единомышленников оказывает помощь беременным и молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и девушкам, столкнувшимся с серьезным выбором в процессе беременности. Ее проект получил вторую премию в размере 150 тысяч рублей. «Мой проект – это и моя жизнь, которая заключается сейчас на данный момент в помощи беременным женщинам и женщинам с младенцами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». В номинации «Доброе сердце» получил третью премию проект Михаила Матвеева «Радуга». В свободное время он делает лечебный массаж людям с ограниченными возможностями. Есть в его списке особо сложные посетители с диагнозом детский церебральный паралич. На премию выдвигается второй раз, и оба становился лауреатом. «Куда потратите премию?» «Честно говоря, еще даже не задумывался над этим. Я, грубо говоря, только сегодня узнал о том, что я лауреат премии «Наш» в Подмосковье. Ну, наверное, на развитие, скорее всего. У меня есть ряд интересных проектов, и есть на что потратить, в том числе и на хорошее оборудование». Среди номинантов были и те, кто выдвигал на премию по 15 и более проектов. Жюри отметило те из них, которые имеют наибольшее общественное значение. Один из проектов, который выиграл, это антинаркотический марафон «Скажи наркотикам нет». Это была серия мероприятий, посвященных именно профилактике употребления наркотических и психотропных веществ. «В этом году жители Щелкунского района очень активно вступили в борьбу за призовые места. И количество, конечно, премий намного-намного было увеличено. Если, допустим, в прошлом году количество работ было подано 1200, то в этом году уже, считайте, на 1000 больше. Это говорит о том, что все-таки сама премия губернатора «Наша Подмосковья» интересна жителям». Премия «Наша Подмосковья» – уникальное явление. Аналогов этого конкурса нет ни в одном регионе России. И очень важно, что число сыскателей, тех, кто каждодневно совершает добрые дела, год от года растет в арифметической прогрессии. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».